Здорово, киноделы! С вами Александр, директор отдела продаж агентства видеорекламы «Хохлов» Саботовский. И сегодня я постараюсь вам очень кратко, очень интересно рассказать об одном из наших последних кейсов о продаже и о съемке видеоролика для компании «Кэрри Групп». Первое, что хочу сказать и заметить, то что ролик пришел к нам по сарафанному радио. Нас посоветовал наш очень хороший знакомый, с которым мы, как ребята, работали. И хотел бы акцитировать на этом внимание, киноделы, очень важно делиться своими кейсами, очень важно делиться историей своих съемок, собственных портфолио, не бояться ничего выкладывать, потому что таким образом ваши знакомые друзья, как наш друг, смогут рассказывать потенциальным клиентам о вас, о том, что вы умеете, о том, как вы умеете, и таким образом будут вырастать вот такие классные проекты, как наш, как «Кэрри Групп». И начнем сначала. «Кэрри Групп» к нам пришел с очень непростой задачей. Снять видеоролик о компании «Кэрри Групп» в России, о представительстве, поскольку «Кэрри» является ирландской компанией и штаб-квартира находится в Ирландии. Чистокровные ирландцы, совет директоров должны были прилететь к нам через месяц в Россию и, посмотрев классный видеоролик, прочувствовать всю айдентику, культуру России и в то же самое время высокие стандарты и качества, которые они оценят в Европе, которые также реализованы у нас в России. Помимо этого, ролик в дальнейшем должен был и должен использоваться и используется на текущий момент с целью привлечения дистрибьюторов компании, повышения их лояльности. Как вы уже поняли из видеоролика, если вы его смотрели, а если вы его не смотрели, то вот вам специально Андрюха сейчас влепит кадры сюда побольше. Компания занимается изготовлением специй и у них два основных канала сбыта. Они работают как с финальным потребителем их специй, то есть в магазине на полке специй, на выкладке вы там сможете познакомиться с их продуктами, взять что-нибудь, приготовить дома вкусные пельмешки, курицу, я не знаю, что хотите. И поставкой своих специй, панировок и так далее в сети фастфуда, которые нам тоже всем известны. Львиная доля всей еды, которую вы потребляете в своей обычной жизни, приправлена специями керри. Вот, чтобы вы знали. Напомню, проект нам пришел по знакомству неким сарафанным радио, и мы не имели права на ошибку, потому что в таком случае мы бы подставили не только себя, но и нашего хорошего знакомого, который в принципе готов нас рекомендовать еще другим клиентам. И поэтому наша задача в СССР в том, чтобы оптимизировать и смету, оптимизировать съемочные дни, сделать все максимально вкусно, в короткие сроки и на высшем уровне, как умеет Сабатовский. Съемки проходили в три этапа. Первый этап это у нас съемка на природе, замечательные кадры с костром, у воды, на реке. Второй этап это съемки производства, стерильного идеального помещения, сделанного по европейским стандартам, что непосредственно огромнейший плюс в этом ролике, потому что львиная доля клиентов, у которых есть собственное производство, не всегда хорошо следят за этими делами. И поэтому мы, спецы, которые понимаем, что надо показать все максимально вкусно и красочно, готовы даже заказывать клининг-компанию для того, чтобы привести производство максимально в порядок, насколько это возможно. И третий этап это этап съемки с детьми в магазине и дома, когда мама жарила наггицы. И на всех трех этапах были определенные тонкости и нюансы. В первом случае съемки на природе у нас съемки велись не в хронологическом порядке, а в максимально оптимизированном для нас. Съемочная смена началась поздно ночью, и в это время снимались основные планы возле костра. Сразу же после того, как наступило утро и начало светать, съемочная группа начала снимать планы на реке, у воды, лодка как-то плывает к берегу. Дым генерировал Саботовский. Вы это видели в нескольких выпусках назад. Сразу же после планов воды съемочная группа села в тачке и поехали в магазин. Продуктовый магазин, которым они должны были снимать маму и двух детей. Но хозяин магазина, с которым изначально обо всем договорились, испугался такого количества людей и просто сказал, нет, ребят, я дверь для вас закрываю, у меня какая-то проверка, там что-то горит где-то, сейчас менты приедут, и вообще, короче, все плохо. Наши продюсеры, ребята, молодцы, за полчаса умудрились найти другой продуктовый магазин, в котором сняли все необходимые кадры для того, чтобы они попали в будущий ролик. И сразу же после магазина мама с двумя детьми поехали в съемочный павильон с кухней, где они сняли уже финальный кадр, который вы видите в этом ролике. Это была прямо одна из самых таких нелегких задачек. И все это мы делаем для того, чтобы поделиться с теми, кто нам дорог, подлинным и совершенным вкусом. В съемках на производстве нам повезло больше. Действительно, производство сделано по европейским стандартам. У каждого сотрудника линии сделаны свои собственные дорожки, заступив за которые он вообще увольняется. Это идеально чистое стерильное место, где просто даже на картошку сняв, мы получили бы супер вкусные кадры. На выходе мы получили первую готовую версию, которая не совсем понравилась генеральному директору. Единственным комментарием в адрес ролика было то, что мы очень мало сняли кадров производства. Съемочная бригада во главе с Лизой Ореховой, нашим продюсером. Привет, Лиза. Очень спокойная, с пониманием, после двух сумасшедших дней подряд, без перерыва, без сна, еды, напитков и... Чуков надо запикать и секса. Подняла съемочную группу, и ребята снова выехали на производство, чтобы доснять необходимые кадры, планы. И на выходе мы получили очень классный ролик, которым Кэрри Групп гордится, которым гордимся мы. Основная философия. Не бойтесь напоминать о себе своим клиентам, с которыми вы когда-либо работали. Не бойтесь рассказывать о себе своим друзьям, показывать им портфельные работы, показывать им истории создания роликов, показывать все, что может быть связано с созданием новых, сложных, интересных продуктов, которые вы делаете. Это 100% показывает вас с профессиональной точки зрения, что вы не стоите на месте, что вы развиваетесь и работаете. Это однозначно привлекает новых потенциальных клиентов посредством и сарафанного радио. И просто он увидел на сайте вас и решил с вами созвониться, посотрудничать. Не бойтесь рассказывать о себе. А насчет производства кинодела, будьте готовы всегда и ко всему. Потому что в рамках съемок могут возникать такие неожиданности, как и отмена локации, потому что у хозяина магазина какие-то проверки, так и отсутствие нужного набора кадров для готового видеоролика, чтобы понравилось генеральному директору. Бывает всякое, нужно быть готовыми ко всему, быть максимально пластичными, эластичными для клиента и всегда быть на его стороне, пытаться помочь, войти в положение. Даже если бюджеты закончились, введите свою стандартную какую-нибудь обычную камеру, езжайте на производство и самостоятельно снимайте дополнительные кадры, а потом каким-то образом их имплементируйте в свой ролик для того, чтобы хоть как-то закрыть потребность вашего клиента. Но я вам сейчас рассказал про предпродакшен и продакшена. Ну а наверняка у вас возникнут вопросы о том, как это все монтировалось, как это все обрабатывалось, как музыка накладывалась, как все самодизилось, да что угодно вообще. В общем, берите, пишите свои вопросы в комментариях, на них обязательно ответим, расскажем, разжуем и, может быть, даже отдельный выпуск запилим. Ну а кстати, по этому проекту скоро выйдет статья в нашем блоге, ссылочка внизу на наш блог, там еще куча полезных статей, пока не вышло это, можете почитать, познакомиться и изучить для себя какие-то интересные особенности съемки. Ну а с вами был Фав Александр, директор радиопродаж агентства видеорекламы Хохлов Саботовский. Подписывайтесь на мой инстаграм, звоните в бубенцы, в колокольчики, ставьте лайки, ставьте дизлайки, смотрите видосы, делайте репосты и вообще кайфуйте, ребят. Спасибо. Спасибо.